Всем привет! Вы на канале Настриал Тул. Меня зовут Андрей, это Алексей, мой напарник по электромонтажу. Сегодня мы хотим сделать обзор на аккумуляторный триммер ПИТ. Приехали мы сюда, чтобы выкосить здесь небольшой участочек. Как раз я считаю, что такие триммеры предназначены для небольших загородных запечатков. У человека уже есть триммер бензиновый, но какая проблемка? Постоянно бензин не забывается, свечи меняем. То есть, как? Карбюратор забьется, еще что-нибудь? Все-таки с бензиновым, кто бы что ни говорил, да, он может быть мощнее, лучше, но часто бывают проблемы. Тогда и времени нет съездить, ту же свечу взять. А здесь, в принципе, ломаться особо нечем. Зарядил аккумуляторы. Пошел. Короче, продается триммер. Вот эта коробка. У меня уже есть видео на его полный разбор. И как там все сложено, вы можете посмотреть в этом ролике. Поэтому коробка, она пустая, она даже не открывает. Сразу подвозь. В комплектации у нас был вот такой нож. Шайба для крепления диска. Ключ. Шестигранником должен быть. Для диска. Для установки. А мы сейчас будем катить леску. На всякий случай, так как у меня уже, я на опыте был, у меня есть триммер от другой компании, от Makita. Который тоже комплектовался подобным ремешком. Я не решил сразу взять. Сразу советую приобрести что-нибудь такое. Не обязательно от компании Makita. чтобы полностью была разгрузка на плечи. Хотя триммер не такой уж и тяжелый. Ну, если есть. Этот триммер продавался, именно эта модель. Есть комплектация как с двумя аккумуляторами и одной зарядкой. И есть голый. Без аккумулятора и без зарядки. Опять же скажу, кто будет приобретать. Советую докупить либо такую же зарядку еще. Либо подождать. Вроде как либо в середине лета или в конце лета. Они должны выйти двухпортовые зарядки. И взять сразу двухпортовые. Хотя эта зарядка стоит вообще-то по 700 рублей. Лучше сразу докупить. Я не знаю, почему вы в комплектацию сразу не пойдете. Но ждать пока один зарядится, потом второй зарядится. Это защелка прикольная. Да, защелка необычная. Аккумуляторы у меня пятерки. Две пятерки полностью заряжены. Перейдем к триммеру. Триммер состоит из двух частей. Что удобно при перевозке его в автомобиле. Он становится компактным и легко входит в любой багажник. Здесь есть резиночка. Которая закрывает эти три компакта. Подбираем. Этик. Вторая часть триммера. Она уже полегче. Потому как здесь особо ничего нет. Здесь небольшая оплата контроллер внутри. Сюда вешаются два аккумулятора. Устанавливаю. Ручку управления. И вот, как мне кажется, это нужно сейчас пробовать. Человек сейчас скажет. У Алексея не было никогда аккумуляторового триммера. Как раз мы увидим и услышим его мнение. Стоит ли? Не стоит. Вот Андрей предложил. Кумуляторный. Удобно. Удобно будет неудобно. Просто в интернете все жалуются именно на эту ручку. Потому что она коротковата. Многие ставят от своих бензиновых триммеров. Я скажу. Переставляют свои. Потому что там по шире. Так. Горьба один в один. Короче. Соединяем. Соединяем. Ставим аккумулятор. Включает. 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 Нажал кнопочку. Включает. 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 Катушку. Челефатом. Третий. Я не знаю как здесь. Но на Макитовских примерах. Третьим. Включает. Катушки с катушкой. А. Вдруг. На третьем. Почему-то не рекомендую. Ну как. почему там слишком большая скорость катушкой и леска даже сплавлялась поэтому рекомендую посетить на второй попробуй все скорости медленно сейчас я тебе дам маску кстати удобная ручка удобная очень удобно попробуем и шумно прикольно легкая ну чё маска одета пойдем косить смотри здесь когда включил загорелась зеленый вот представим второй теперь вот эту зажимай ну как наберет 2 надо попробуем ну а ну а ну а тут сейчас стоит тонкая леска которая шла в комплекте у меня еще есть катушка с леской на 2 и 4 легко удобно удобнее чем бензиновый и глючим побыстрее чуть-чуть давай там попробуй бурьян заходите медленный режим нужен в таких местах например возле забора возле дерева чтобы не повредить медленный я поначалу когда у меня первый тренер был думал зачем он нужен скажу честно часто пользуюсь кстати на медленном да очень прикольно лучше всего наверно на среднем на среднем во-первых аккумулятора не так сильно расходоваться будет и его принципе хватает плюс еще здесь здоровенный кожух нормально защищает и 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 что сказать свое мнение ребят скажу классно вот андрей посадь посоветовал наверное приобрету себе к силочку у андрея и спасибо ему огромное за такой подгон ребята смотрите очень удобно чтобы не отстегивать постоянно карабин просто надеваем об и все удобно классно и держится защелочка удобно и также снимать опт вытащили классно удобно продолжаем наш эксперимент поставили катушку другую от триммера макита с леской 2 и 4 штурмовкой вот для чего потому что мы сейчас будем пробовать на этом триммере питовском как это леска себя ведет и будем дальше сравнивать вот у нас есть комби мотор есть 365 36 вольтовый триммер и есть еще один точно такой же сейчас алексей всеми этими триммерами покосит и сделаем анализ пошли попробуем и а вот смотрите ребята сейчас как раз поставим на черепаху он со на черепаху обкосим кустик очень удобно и не повредили теперь пробуем триммер дюр 365 компании макита оставим тот же ремешок леха не захотел разгрузку надевать хотя она удобнее здесь тоже три режима и есть четвертый режим здесь чем еще есть один режим реверс если нажать реверс и включить в обратную сторону кузе то есть бывает трава наматывается и этот режим выбираешь реверса пробуй на рано 1 2 сдала 3 и леску нажми ударят поменяй на вторую что сказать пошустрее пошустрее третья скорость а вторую ключ конечно на 3 и удобнее косить чем на 2 быстрее это леска толстая поэтому и быстро уходит 4 тут желательно мне кажется если на 2 косить то и леска чтобы было двушка наверно все пробуем 40 вольтовый да теперь мы пробуем комби мотор makita 40 вольт xgt серия здесь у нас двигатель вот здесь вверху и металлическая цельная штанга идет эта штука намного и сети тот триммер макитовский был 500 ватт но это будет уже где-то под киловатт ну и ручка тут чуть-чуть другая да и другая ручка так называемый и меньше из-за того что здесь публик хотя есть насадка и с большим кожухом но кожухи можно менять но этот кожух больше предназначен для обкашивания труднодоступных мест но и от него будет сыпаться конечно надежду ну что попробуем так и 2 встреч 3 встреч 2 встреч Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь третий триммер, который совсем новый. Точно третий, четвертый. Для сравнения. Сплакуем. Так, этот 40-вольтовый триммер, это, как это назвать, обновленная модель вот этого триммера, 365-го. Как правильно сказать будет? Вот этот 365-й триммер, это был у Макиты самый первый триммер с нижним двигателем. Это двигатель, который они сами разработали. Здесь ротор крутится с магнитом внешним, а статор находится внутри. Не так, как обычный двигатель. И это уже последняя модель. Последняя версия. Что здесь добавили? Здесь добавили, поменяли корпус. Внутри двигатель тот же самый, те же артикулы даже. Поменяли корпус, сделали уплотненную резинку. На старом триммере было внизу отверстие для слива воды. Хотя воды он, что этот, ну, я косил, и в воду его макал, и поливал водой, ему все равно. Ну, вы видели, много кто шуруповерты в воду макает, и им ничего, они работают под водой. Здесь же там реально нет ничего. Там лаком залита катушка, что и будет. Поэтому боят, те, кто боится, что двигатель внизу будет типа поросе как косить. Ничего не бойтесь, все нормально работает. Наоборот, когда поросе, двигатель не так греется. Холодный. Второе обновление у этого триммера. Другая ручка. Если на том нам нужны были шестигранники, то на этом... Здесь у нас вот так идет... Вот такой один винт. Ручка управления у нас справа. Закручиваем. Надо в машине нам повернуть. То есть, без шестигранника, а одним винтом. Расслабили, повернули. Чтобы в багажник нам входило. Но все-таки, конечно, лучше, как бы и так, когда она рассоединяется. Можно совсем спокойно помещать в автомобиль. Дальше нам нужна крестовая отвертка. Сейчас найдем. Так, сказал, что нужна крестовая отвертка. На самом деле... Давай, наверное, уберем. Коробку. Все есть в комплектации. Вот он, ключ этот шестигранник. И на нем есть отвертка. Но я возьму другой. Не распечатываюсь пакет. Вот, пожалуйста, у ПИТа то же самое. Только поменьше. Это ПИТовский ключ. Нужно открутить один всего лишь винт. Удеваем и закручиваем обратно. Это делается один раз при покупке триммера. Следующее отличие, которое отличает триммер. Это вот такой кожух. Чем хорош этот кожух? Он состоит из двух частей. Надо косить с диском. Ставим вот этот. Надо косить с леской. Ставим нож. Нож устанавливается легко. Защелкнули. И две защелочки. Раз. И два. Все. На старом триммере эти кожухи продавались отдельно. что было не совсем хорошо. И с шестигранником закручиваем. Если мы посмотрим, сейчас поставим сюда картушку нашу. Питерскому триммеру кстати не хватает вот этой шайбы для защиты подшипника. Если мы посмотрим, вы видите, вот здесь шайбы этой нет. Здесь только вот такая. И сравним вот с 365. здесь по-моему расстояние до ножа от центра на 40 вольтом по-моему больше. Рулеткой мерить. вот мы сейчас косили 40 вольт. леска еще длиннее. Комби-мотор. Комби-мотор. Так. Установили. Теперь нам нужен 40 вольтовый аккумулятор. Пробуем. Кстати, в этом триммере добавлен еще один режим. Режим автоматики. Он выключается и включается. Что это значит? Вот без автоматики если мы включим например третий режим сразу включается максимальная скорость. Чем еще хороши макитовские триммеры здесь триггерный выключатель. То есть когда мы не сильно зажимаем хоть и третий режим но скорость маленькая. Сильнее нажимаем у пита такого нет. Там просто нажал и плавный пуск начинается разгоняется потихоньку. Здесь разгоняется в разы быстрее. Автоматический режим. Включили. Увидите триммер работает слабо. И как только мы дадим ему нагрузку скорость увеличивается. Сейчас он почувствует что он опять колоссу и должен уменьшить скорость не уменьшает. Ну я думаю вы поняли систему. Все Лев бери пробую косить. Давай попробуем. Будешь надевать эту разгружку? Да конечно. Нет такую нормальную. нет я этой нашей бери не я питовской питовской надевай 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 маску маску поднимем опа потому что здесь и разницы с 365 особо быть не должно. Сейчас тут и попробуем. вторая скорость. это автоматический режим. Да да Многим считаете этот режим почему-то не заходит потому что я так понимаю сейчас кажется что не хватает мощности и хочется топить да? Да ну для удовольствия еще сильнее включился еще сильнее нагрузка дается еще сильнее прикольный мощность чувствуется сразу когда нагрузка идет отличается удобный легче остальных удобно да ну и разгрузка конечно все равно роль играть вообще не чувствуется чисто даю нагрузку вот нету нагрузки крутится легко подержи кнопку а там зелененькая должна быть до выключилась работает а ну второй улич потом ну нормально гость ну конечно хочется удалить на третьем режиме быстрей миксер на третьем режиме что вообще не ощущается что есть какая-то нагрузка на плечах косил бы косил и косим вообще легко даже классные за нагрузки вообще не чувствуется разгрузки разгрузки нагрузки попробуешь кстати вот эта ручка поудобнее ручка дома ракетная опасность ракетная опасность ребята продолжаем косит хорошо не так андрюха решил сказать свое мнение разложил все красиво удобно еще есть 5 и давай 5 попробуем пошел за 5 5 мое мнение ребят все хороши понравились все четыре ну попробуем пятый не так андрей принес 5 есть еще 5 такой маленький но этот пример не для такой травы не для таких участков это чем он удобно он совсем компактный разложил здесь голова вертится вверх-вниз вашу так сказать под ваш рост этот пример нужен если у вас например газонокосилка вы выкосили свой газон и остались места куда она не смогла заехать чисто тупо подкосить и долго помидоры помидоры бабушки подкосим а ручку поменять короче типа тропиночки там маленькие как бы имеет место быть но это не тот триммер который нужно покупать как единственный триммер в доме это просто маленький помощник у него даже леску в одну сторону и маленькая сюда 1 и 2 максимум иначе двигатель предлагаю взвесить каждый триммер с уже установленным аккумулятором и этой самой катушкой но на 305 катушки третий не нашел поставил с пластиковыми ножами ну а примерно они все одинаково весят значит здесь у нас пятерки включаем canter пробуем взвешивать 4849 что она меняется ну 48 примерно по нулям следующий пит 5 и 3 300 примерно потяжелее так xgt платформа комби мотор 6 170 что-то такое и 40 вольтовый сейчас я заново сброшу 5 получается самый легкий какой был ну не намного среднем они почти все весят одинаково 5 килограмм ну кроме комби мотора потому что у него металлический вал ну давайте сделаем какие-то выводы имеем мы 5 триммеров маленький в расчет брать не будем как мы увидели макитовский триммер и они лучше чем питерский но вы тоже поймите что сколько они стоят питерский с двумя аккумуляторами сейчас можно купить за 19000 рублей там плюс-минус на копейки остальные же даже самый первый макитовский вот этот триммер который я покупал себе уже больше 6 лет наверное назад я тогда в комплекте было две четверки стоил он 34 или 36 сегодня такой модели нет нет есть 368 стоить она будет примерно столько же 40 вольтовый уже зайдет за сороковочку с аккумулятором без аккумулятором без аккумулятора у папы карло недавно аукцион был стартовая цена была от 23 по моему плюс сюда добавьте вот четверка и зарядка если найдете такой комплект это 1016 даже иногда комби мотор и мотор отдельно 20 чем-то будет без аккумуляторов плюс 10 где-то насадка ну то есть любой из этих триммеров меньше тридцатки 40 у вас не выйдет а это 20000 поэтому для дома он вполне нормально он реально нормально косит у вас получится с ним убрать вот такой небольшой участок если же вам большие площади косить нужно то конечно что мне понравилось из всех четырех мне нравится комби мотор здесь легкий тоже да да мне тоже понравился комбик комби мотор конечно мощь мощный ощущается сразу мощность но хочется попробовать что-нибудь уже на 80 вольт жене моей комби мотор не понравился говорит неудобно из-за этой ручки поэтому ей нравится вот этот легкий и принципе он производительный но теперь она будет косить вот этим 40 вольтовым а этот мы скорее всего будем кстати ручка нового очень удобно продавать до ручка поменялась если их положить вот так рядом но она как бы не особо расположение не сильно отличается удобные ручки и у пита тоже удобно я кстати по питу я думал что ручка будет так себе но на самом деле на самом деле на этом высоко сильно получается маловато ниже не опускается но пит удобный эту переместить ребят скажу свое мнение пит мне понравился честно домой бы взял потому что цена-качество как бы удобный легкий и аккумуляторы не сильно тяжелый ну макита мощный классный ну честно взял бы пит из-за того из-за денег участок небольшой 6 соток 7 10 можно смело скосить и не напрягаться даже может ребенок скосить понятно 40 вольтовый триммер нужно покупать тем кого хотя бы инструмент есть 40 вольтовый тридцати шести 2 по 18 можно брать тем у кого макиты много пита сейчас больше 80 инструментов на этих аккумуляторах тоже смело у меня газонокосилка питовская отлично на эти же самых поэтому кому понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока пока выбор ребята делать вам самим всего лишь показали как это работает не пит прикольный друг